Дмитрий Бродовиков и Алексей Черных Дмитрий Бродовиков и Алексей Черных Девушки, скажите, совсем скоро будет День Студента, еще Татьянин день. Что вы знаете об этом празднике? Будете ли вы его отмечать? Будем. Отмечать мы его будем. Мы же студенты. Почему? У нас Татьяна еще есть, тем более. У нас двойнее праздник. О, прекрасно. Татьяна, вы знаете, что за Татьяна и почему с ней связан День Студента? Нет. А вы знаете или нет? Я не знаю. Ребята, день добрый. Скажите, совсем скоро, 25 числа, вы будете отмечать День Студента. Это еще и Татьянин день. Кто-нибудь знает, как эти два дня между собой связаны? Ну, а давайте пройдем. Они вместе отмечали и познакомились. Студенты Татьяна. Ну, но, вряд ли, жили они в совершенно разных веках, и тогда понятия студент точно не было. Как вы считаете? Да я понятия не имею. Тоже не имею понятия. Отмечать будете вообще? Конечно, праздник. Если экзамен сдадим. Возможно, будем, да. Студентка Татьяна. А если она не была студенткой? Этот день выпадает сессия, конец сессии. День Студента. Это и Татьяна день. Еще какое число? 25-е? 25-е. Я не знаю. Не знаю. Лычек, вы знаете, как связан День Студента и Татьяна День? Ну, ректор очень любит Татьяна День, очень любит его праздновать. А вы? Я тоже, конечно. Мы все любим то, что любит наш ректор. Понятно, спасибо. Правильный подход. Ребята, совсем скоро, 25-го числа, будет День Студента. А это еще и Татьянин день. Как эти два дня между собой связаны? Может ли кто-нибудь ответить? Даже нет, не скажу. К сожалению, не могу ответить. Не знаю. Так, к нам все повернули спины. Вот кто-то еще не повернулся. Как вы считаете? Я не знаю, как они связаны. Друзья, были у нас варианты ответов, что 25-е число – это День Студента, потому что день окончания сессии. Ну что ж, мы можем зайти в один из залов одного из университетов Екатеринбурга и увидеть, что студентов действительно нет. Но просим, по крайней мере, тех людей, которые здесь находятся. Девушка, здравствуйте. Скажите, совсем скоро, 25-го числа, отмечается День Студента, и он еще и Татьянин день. Почему эти два дня между собой связаны? Ну, как считается, что Татьяна покровитель студентов. Понятно, а почему? Ну, не знаю. А кто такая святая Татьяна? Не знаю, у нее в тупик поставили такие вопросы. Понятно, спасибо. Скажите, 25-го числа – День Студента, это еще и Татьянин день. Как эти два дня связаны? В горном местане. Нет, Татьянин день, там я знаю, что ректор исполняет желание какого-то студента. Ну, я знаю, да, что исполняет три желания. Здорово, ректор исполняет желание, спасибо. Без понятия. Я не знаю, честное слово. Спасибо, пройдем дальше. Девушки, здравствуйте. Скажите, 25-го числа – День Студента. Я вас поздравляю с наступающим праздником. Скажите, как День Студента связан с Днем Татьяны, Святой Татьяны? Известно ли вам? Нет, не знаю, как связано. А почему вообще День Студента? Откуда он появился? Тоже не знаем. Никто не посвящал. Ну что ж, друзья, удалось нам просить нескольких студентов, к сожалению, ответить, почему Татьянин день и День Студента как-то между собой связаны. Никто не смог. Попробуем зайти в профком студентов Уральского государственного горного университета. Наверное, там на этот вопрос нам ответят. Здравствуйте. Скажите, мы сегодня пытаемся узнать, почему День Студентов и Татьянин день как-то между собой связаны. Могли бы вы на этот вопрос ответить? Вы можете ответить. А, я могу. С чем связан Татьянин день вообще, да? Да. Насколько я помню, сложилось так в истории, что в этот день, ну, по новому стилю, это 25 число, да, был подписан указ Елизаветой, императрицей, о основании Московского государственного университета. И так случилось, что это был День Святой Татьяны, и, соответственно, День назвали Татьяниным, и впоследствии стали праздновать его как День Студенчества. Ну, то есть сама Татьяна какой-то ученой степени не обладала и, в общем-то, не связана с ее образованием, так скажем. Насколько я помню, нет. То есть как святая, она тогда не покровительствовала именно над студентами. Я понял, спасибо большое. Давайте спросим еще у девушек, что вы потом помните? Согласны ли вы? Как вы зовут, простите? Ярослав. С Ярославом. Согласна с Ярославом, я тоже читала о том, что именно 25 января был подписан указ о том, чтобы создать учебное заведение в Москве, да, Московский государственный университет. И поэтому этот день стал Днем Студенчества. А вот скажите, этот день кто-то вспоминает? Ну, вы, по крайней мере, вспоминаете Святую Татьяну или все-таки это в большей степени День Студента? Ну, для меня, как для студентки, это, естественно, в первую очередь День Студента. Но, так как еще в народе его называют Татьяниным Днем, естественно, мы называем либо Татьянин День, либо День Студента. Я понял, хорошо. Пойдем далее. Как вы относитесь к Дню Студента и Татьянину? Ну, мы первокурсники, мы только начали учиться. У нас День Студента теперь будет только-только входить в силу. Ну, а друзья, допустим, если есть подруги Татьяны, то будем поздравлять и с Днем Татьяны. А когда? 25 января. Примечательно, спасибо большое. Ну, что ж, еще есть несколько человек. Здравствуйте. Будете ли вы праздновать День Студента, а может быть и Татьяны День? Татьяны День – это вообще уникальный праздник, уникальный праздник для студентов. Студенчество наше развивается, и один из таких знаменательных дней – это, мне кажется, Татьяны День, когда все студенты могут себе многое позволить и отдохнуть. Для меня же Татьяны День – это праздник, великий праздник. В этом году он связан с тем, что 25 января у меня защита диплома – это вдвойне праздник. Так что вот, всем студентам хорошего настроения желаю. Спасибо. А вот еще интересный вопрос. А случайно не является ли проблемой то, что в большинстве вузов сейчас сессия, и, как правило, 25 число немножко такое… Ну, конечно, это уже конец сессии, но при этом не отражается ли это как-то на забвении этого праздника Дня Студента? Ну, я думаю, что мы, как первокурсники, все равно будем отмечать этот день впервые, и у нас как раз 25 сессия заканчивается, поэтому нам это не помешает отметить этот праздник. А для многих студентов других вузов, ну, это уже, мне кажется, все студенты все равно празднуют этот день, каждый по-своему, в своей степени, в своей мере. Я понял. Спасибо большое. Мы поздравляем вас с наступающим Днем Студентов и Днем Святой Мученицы Татьяны, ну, а тем, кто будет организовывать тут эти празднования, конечно, благих начинаний в этом деле. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, мы продолжаем наш сегодняшний репортаж. Сейчас поднимаемся в домовый храм при Уральском государственном горном университете. Предлагаем посмотреть на образ Святой Великомученицы Татьяны, память которого 25 числа и свершается. Он расположен в домовом храме, в таком небольшом, уютном и очень теплом с левой стороны. Все студенты, которые учатся в университете, ну, не только в этом, но и в других, могут помолиться своей святой покровительнице, память которой свершаться будет, еще раз повторюсь, 25 числа. Ну, немножко попытаемся еще ответить на вопрос, почему эти два дня между собой связаны. Все дело в том, что императрица Елизавета Петровна в 1755 году подписала указ об образовании Московского университета. Но поскольку этот день совпадает с днем памяти Святой Татьяны, то эти два дня стали непосредственно соединены между собой, и Святая Татьяна стала покровительницей студентов. Это не потому, что она имела какую-то ученую степень, потому что она была высоко образованной, ведь она прославлена в лике мучениц, а потому что день памяти как раз-таки 25 число и приходится. Поэтому всех студентов мы поздравляем с наступающим праздником. И, конечно, женщин, которые носят имя Татьяна, мы поздравляем с их праздником, с днем памяти их небесной покровительницы Святой Татьяны. Эфир телеканала «Союз» продолжается. Спасибо вам за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова